У нас гости. Ребята, а это я ломаю дверь. Телефон прямого эфира Радио Болтком. 672 12 93 и 9. Да, добрый день, уважаемые радиосурсы. Начинаем работу в прямом эфире, как мы уже анонсировали. Сегодня у нас в гостях президент предприятия Латвит Зельшевич Эдвинс Берзинч. Добрый день. Добрый день. Много вопросов в таких интересах накопилось, которые, я думаю, будут интересны нашим радиослушателям. Мы знаем, что в свете всех геополитических проблем, которые возникли в регионе, в том числе в нашем, многие такие мрачные прогнозы пессимистические о том, что будет серьезное падение грузооборота и как будет железная дорога в этой ситуации развиваться и так далее. Что сегодня можно сказать, каковы тенденции? Как я уже говорил в предыдущий раз и полгода назад, ситуация стабильная и даже лучше, чем стабильная. Если мы смотрим на грузооборот, который есть на латвийской железной дороге за полгода, прошлое полгода, это больше, чем 23 миллиона тонн. Этот день, я посмотрел цифры, на этот день уже 30 миллионов. В конце года, вижу, будет по нашей видению где-то 47 миллионов тонн. Это, я бы сказал, точно, как мы планировали в начале года. И что я вижу, что ситуация стабильная и следующий год смотрится, она будет такая стабильная. Очень важно, чтобы мы заключили договор с государством, как мы должны работать на следующие 5 лет. И это очень важно и для всех, которые работают около железной дороги и портах. Почему? Потому что мы вложили этот документ, что в следующие 5 лет мы не будем менять инфраструктурную составляющую или цифру на инфраструктуру. Она только может стать меньше. И это очень важно. Да, да. Ну, конечно, здесь методика заложена, что будет, если это грузооборот резко пойдет вниз. Конечно, там методика, когда уже, я бы сказал, правительству надо будет, было бы помочь. На этот момент я не вижу даже ситуации, что такое надо бы не съесть. Но все-таки объясните, может быть, не специалистов, вот вы сказали, что не будет издержки на инфраструктуру расти, даже возможность снижаться. А за счет чего? Ведь мы понимаем, что все-таки это дорогое удовольствие. Рельсы нужно обслуживать, содержать все железные дороги, большая протяженность. Все-таки почему вы прогнозируете, что не будут расти вот эти расходы на содержание инфраструктуры? Что мы видим, если есть эти 48 миллионов тонн, тогда это ситуация, я бы сказал, что мы можем работать с маленькой прибылью. Наша, как владельца инфраструктуры, нам не нужна, и не надо большую прибыль. Прибыль должны зарабатывать клиенты, которые работают около железной дороги. И если это грузоборот есть, тогда это и хватит для инвестиций на инфраструктуру. И, конечно, очень важно, чтобы людям была работа, и другие, и частные, и государственные мероприятия могли работать с прибылью. Да, и я так понимаю, что тогда при 48 миллионах тонн, в принципе, и не нужно будет делать какую-то особую оптимизацию, да? То есть рабочие места будут сохранены, да? Мы никогда не говорили о ситуации оптимизации человечества, как я бы сказал, своих золотого фонда. Просто все, я бы сказал, на следующие 5 лет и даже больше, я вижу, что железная дорога меняется, не только Латвия, это везде мир, и становится побольше, где получается больше IT-сфера входит в железную дорогу, и побольше людей, которые занимаются на IT-сфере, побольше ходят работать на железных дорогах, всех, я бы сказал, железных дорогах мира. Что я вижу, что с этой точки зрения, когда тебе побольше есть автоматика, есть побольше IT-сфера, конечно, ты должен менять эти бизнес-процессы, и из этого что-то меняется, структура меняется, ты можешь тащить потяжелее поезда, потяжелее и подлиннее поезда, это тоже что-то учитывается. Автоматика локомотива означает то, что даже один машинист может ехать, даже без машиниста есть варианты, когда ты можешь ехать. И, конечно, все это, где идем вперед, это дает свою, я бы сказал, свою доль, как мы должны менять эти структуры и бизнес-процессы. Этой точки зрения, конечно, мы должны смотреть, как повысить и зарплату работникам, которые работают, потому что именно которые работают в IT-сфере, мы знаем, сколько они спрашивают на рынке и сколько это стоит. Они очень востребованы, да. Да, везде, в том числе и у нас. Да. Что касается вот этих, есть ли возможности, мы знаем, что все-таки вы постоянно, несмотря на всю политику, находитесь в контакте с своими коллегами в России, в Белоруссии, что на этом направлении? Я так понимаю, что с Белоруссией тоже сотрудничество развивается, оно весьма перспективное. С Белоруссией и Россией у нас всегда были очень хорошие отношения, как я говорил, здесь, несмотря на все политические трудности, которые есть с точки зрения бизнеса, у нас хорошие отношения, и с точки зрения оперативных мы по-другому не можем работать. По цифрам, если так мы смотрим, с Белоруссией, которая идет по этому стыку, я бы сказал, очень хорошая цифра или грузооборот в этом году, это на полгода даже было 15 миллионов из 23, да, это очень большая цифра. И из этого, конечно, вместе с коллегами Белорусской железной дороги мы говорим, как оптимизировать инфраструктуру, по эллифрикации говорим с обеих сторон, говорим, как понизить дни, которые вагон вместе с грузом идет наоборот, чтобы эти операции были побыстрее, и с одной, и с другой стороны. Очень много, я бы сказал, технических вопросов, которые очень хорошо решаются. И российскими железными дорогами у нас есть очень тесная связь. Только что группа экспертов и вице-президента вместе вернулась из Санкт-Петербурга, где была очередная уже встреча с Октябрьской железной дорогой, где именно стык с Латвией, как мы можем улучшить все виды транспорта, и оперативные все дела между Россией и Латвией. Да, наверное, такой традиционный вопрос, который вам задают, это, конечно, Китай, и мы знаем, что все-таки определенные успехи в переговорном процессе были, были даже тестовые поезда. Что сейчас, какие есть перспективы, на каком этапе вы находитесь? Работа, все идет вперед, и не только с китайцами, но и компаниями, которые делают все операции на этой дороге, потому посередине, хотим или не хотим, есть и Россия, и Белоруссия, и Казахстан. Между Китаем и Латвией у нас нет своей границы, которая была здесь. И это именно азиатскими странами, именно Китаем, это шаг же шагом ты должен просто показать, что ты можешь. Я уверен, что результаты еще будут в этом году. Не хочу бегать вперед и сразу назвать цифру, или именно месяц, сколько поездов, как они пойдут, потому что это связано не только с латвийской железной дорогой, но и многими другими составляющими. Но что мы видим, и все говорят, что основной путь или основной дорог, который идет с Китая на Европу, это через Брест, там ситуация нагревается, если можно так сказать, там делаются ремонты. И с этой точки зрения, конечно, мы показали, что наши порты, может с наших портов этот груз пойти дальше на судне, и Европу, и Скандинавию, и Великобританию, и эти уже дороги протестированы, это может работать. И если разговоры, что каждую неделю такие поезда пошли, именно из этой точки зрения, что объективно груз из Китая идет вверх, идет численность груза, и возможность перейти эту границу Белоруссии-Польши немножко уменьшается. Ну и на этом мы и работаем. Да, во второй части будем принимать звонки. Еще говоря о планах, может быть, латвийской железной дороги. Что касается российских грузов, по вашему опыту, меняется ли, происходит ли диверсификация грузов? Потому что раньше, наверное, угля больше перевозили, сейчас, наверное, другие компоненты, да? Конечно, мы видим, диверсификация происходит и в России, и их цель и стратегия, что побольше груза шла через порты России, и это, считаю, нормально, все инвестиции должны окупаться, и если и страна как-то сочетает свой рынок, это нормально, это делает каждая сторона. Ну, с другой стороны, что я вижу, вот по углю, всегда есть ремонты и инфраструктуры, это всегда должны делаться ремонты и обслуживание, ремонты портов, терминалов, и на этот счет мы видим, и даже услуга, конечно, должна делать ремонт, и по углю объем очень большой, который идет в латвийскую сторону. Уголь нужен, когда очень есть холодно, уголь нужен, когда есть очень жарко, потому что все на них держится, и на этот счет, с точки зрения ничего личного, но с точки зрения бизнеса и для нас, латвийская железная дорога, хорошо, когда есть большие плюсы и большие минусы, по среднему нам похуже, потому что нет запроса клиентов на, например, этот же уголь как такой. Ну, конечно, зерно очень много шло, я бы сказал, через латвийские порты именно весь год, не только осенью или зимой стандартно, ну, и вот сегодня идет, в прошлом году еще урожай зерна, это, конечно, мы должны смотреть на урожай и в России, и в Украине, это, конечно, мы все время берем за уху и смотрим эту ситуацию, и она, я бы сказал, меняется, ну, я бы сказал, меняется год за годом. Бывает случай, вот не было такого, что июня, июля месяц, и август месяц такой объем, 4 миллиона было вот именно в сторону Латвии, как сегодня есть, да. Так что, да, есть много еще дискуссий по другим видам, видам груза, да. Ну, конечно, стратегию они держат, но все равно я вижу, что вместе взятые эти 48-50 миллионов тонн через латвийскую транзитную зону провести мы должны. Что касается еще, может быть, планов, вот Белоруссия, как вам кажется, может ли все-таки здесь есть какие-то перспективы еще расширить грузы, потому что мы понимаем, ну, Россия и так уже довольно много посылает, мы знаем все, как вы уже сказали, и ориентацию на их отечественные порты. Что касается Белоруссии, или бы здесь тоже достигли уже определенного максимума? Думаю, что вовсе нет. Если мы смотрим на историю, немножко 3-4 года назад тогда, как мы уже видим и смотрели на цифры, побольше объем идет, шла через Россию, поменьше второе место Белоруссии, побольше Белоруссии везли Куэпэду, Литву. Теперь очень много, как мы видим, везет по стыку через Белоруссию. Здесь еще очень большие возможности. Наше представительство, которое мы открыли в прошлом году, очень активно работает по всем, я бы сказал, видам груза. В этом году, я бы сказал, из активности представительства пошли щебень, очень большой объем латвийскую сторону, на порты. Но здесь еще возможности довольно большие, и мы должны работать. Да. Что касается, может быть, еще такой вопрос в первой части, как бы Реал Балтик. Понятно, что проект фактически уже запущен, по крайней мере, вот такие проектные работы. Как вы видите, как дальше это будет происходить, насколько, когда латвийская железнодорога начнет тоже активно в этот процесс включаться? Да, но мы так прямо не влечены в этот Реал Балтика-проект, потому что это отдельный проект, и этим проектом занимается другая компания. С точки зрения синергии и партнерства, конечно же, здесь есть огромные возможности, и мы вот и сегодня есть каждую неделю встречи между экспертами «Эропа-Зелс-Альвиниис», который занимается этим проектом и «Латвийская железная дорога экспертам», потому что есть пункты, где мы рядом будем жить в будущем, и здесь очень важно, как мы проведем уже сегодня с точки зрения планирования и будущего видения, как мы вместе будем работать. И здесь есть огромные возможности синергии, в том числе по электрификации, технические условия по электрификации и «Латвийской железной дороге», и «ПРЛ Балтики» те же самые, это означает, что мы можем использовать одни и те же станции электричества для этого, и это я вижу, что в стране мы можем меньше для проектов дать даже на 10-15 миллионов эров на все вместе взятые проекты. И есть, конечно, меньше пунктов, я бы сказал, сотрудничество, но и логические центры и так далее, и так далее, но здесь мы уже в этом стадии активно работаем. И, конечно, центральная станция, которая всем важна людям, которые в воскресенье живем, жителям Риги, и здесь только вместе работаем, и можем достигнуть каких-то результатов. Да, спасибо. Во второй части будем принимать ваши звонки. И Эдин Сберзенч у нас в студии, и президент предприятия «Латвец Дзершейш». Не переключайтесь. Да, еще раз добрый день. Президент предприятия «Латвец Дзершейш» Эдин Сберзенч у нас в студии. 612-939, телефон прямого эфира. Мы говорим, естественно, о перспективах развития латвийской железнодороги и компании «Латвец Дзершейш». Такой вопрос, который сейчас у всех на слуху, может быть, в связи с тем, что выборы у нас тут на носу, даже политики активно включились в этот процесс дискуссии о необходимости или необходимости электрификации. Мы знаем, по-моему, позавчера было заявление партии Явновенутриба, которые там критически отозвались о проекте электрификации. Во-первых, может быть, чуть пояснить даже в радиослушной, на каком этапе мы находимся, и насколько это действительно важно, потому что, может быть, люди не понимают и думают, что вот сейчас мы получим миллионы, быстренько их освоим, а они нам не нужны, эта электрификация не нужна. Да, спасибо, очень хороший вопрос. Но, к сожалению, когда очень близко выборы, тогда мы больше не смотрим только с точки зрения хозяйственного, но с другой точки зрения компании, «Латвец Дзершейш» должна работать дальше, и мы это делаем. Здесь я бы немножко посмотрел историю, очень коротко. Первое решение по электрификации было сделано в 2010 году. Вот мы уже видим, 8 лет назад, когда премьером был в Домбровске, я думаю, что очень правильное решение, что электрификация должна быть вот в Латвии, как такое. Потом было несколько решений в том же правительстве, где решалось идти по этой дороге электрификации. Здесь очень много, я бы сказал, и документов из Евросоюза, где мы видим, что Европа видит, что железная дорога вообще должна быть электрификацией везде по 100%. Пока у нас только 16%, это, конечно, очень маленький уровень, как такой. И не можно сказать, что мы сегодня это решили. Это шаг за шагом. Мы делали эскизный проект до этого, 3 года назад. Конечно, все репорты, которые мы делаем, мы делаем всем, кто хочет это услышать. И Еврокомиссии, конечно, считаться за все деньги, которые уже использованы на этот момент. И, конечно, здесь есть и решение правительства, которое говорится, что мы должны электрификацировать линию с Далгалпилоса до Крузпилоса, Рейзек на Крузпилос и до Риги. И это шаг за шагом. Мы просто идем, чтобы это решение, которое, я уже сказал, уже было заложено в 2010 году, и сделать это, мы это должны сделать, потому что у меня нет ни одного против вопроса, почему это не делай. Потому что у меня все спрашивают, почему это не делай. На этот момент мы достигли ситуации, что есть конкурс, объявлен. Пока первый этап, первый этап это означает, это только документы квалификации, это означает вообще интерес, которым есть компания. Это большой конкурс, это и газеты Европы, чтобы могли, я вижу, чтобы здесь могли участвовать и все большие компании. Вот прошли несколько дней после объявления. Есть вопросы от претендентов какие-то, пока довольно мало. Мы видим, что после первого этапа, конечно, будет, мы смотрим, кто пойдет второй этап, а потом уже будет не менее, я бы сказал, двух месяцев, и я думаю, если честно, эксперты скажут и больше, для финансового и технического предложения. Потому что этот проект, я уже сказал, уже идет много лет, эскизный проект был, и все, которые заинтересованы в этом проекте, в том числе большие компании, об этом проекте уже все знают, и все изучили нашу дорогу, что они должны будет представлять. И я не вижу возможности, в сожалению, возможности заключить договор раньше, чем в мае месяце следующего года, но это все по достижению договорности всеми институциями, которые у этого проекта, и Евросоюзам, и всеми институциям, которые смотрят за этот проект, и за использование этих денег. Это с точки зрения, я чувствую, сегодня очень хорошо, очень уютно, потому что почти все институции смотрят за этим проектом, мы открыты, сейчас откроем даже специальную веб-пейдж, чтобы все видели, как проект идет, какие технические условия, чтобы все условия были видны, и шагом идем вперед. Да, вот еще, что касается ректификации, отдельные политики говорят о том, что мы понимаем, какая сейчас политическая ситуация, может быть, это не будет востребовано, вот это восточное направление, хотя мы знаем, что Белоруссия активно этим занимается. Ну, мы видим, уже заложено несколько документов, и две недели назад была встреча министра зарубежных дел Ренкевичем с коллегами белорусской министром. Иностранных дел. Иностранных дел, да. И здесь было тоже положено, что и вопрос по электрификации, значит, вот Республика Белоруссия это уже видит, они уже считают, смотрят на этот проект, чтобы они сами должны это сделать своей республике в сторону Латвии. И если так, мы смотрим с точки зрения конкуренции, белорусы уже до границы Литвой сделали электрификацию, и литовцы сделали до Вильнюса, и они уже идут тендер, чтобы до 2022 года была электрификация до Клайпеды. И, конечно, что я вижу в всех презентациях и всех экономических исчлениях, что это на 30% дешевле, чем ехать на дизеле. И это есть основания и в России, и в Белоруссии, и в Литве, и это они просто из своих денег это делают. Что мы будем делать, если этой элификации не будет? Конечно, грузоводелец будет идти там, где дешевле провести этот груз. И мы можем останется с очень большими перспективами, но только перспективами, но и без груза как такого. То есть, фактически есть такой риск даже, да? Конечно, этот риск есть. Но вот самое основное, что это, конечно, проект экологии, конечно, для инфраструктуры, и это очень хороший, я бы сказал, проект, который дает возможность провести груз дешевле, как уже говорил. Ну, конечно, электрификация всех дорог, и все дороги на смесье уже почти 2000, это означает, конечно, довольно большие деньги. Но, с другой стороны, мы должны смотреть на будущее. И, конечно, ничего не произойдет, но в следующие 4 года, мы уже упомянули проект роботика. На этот момент, я бы сказал, если уже кто-то думает, что дизель так хороший, почему и тогда на роботик не ехать дизелем, да? Тогда будем ставить там дизель, и будет, наверное, дешевле проект. А вот сам проект электрификации, может быть, так поясните чуть тем, кто не специалист, таких все-таки у нас большинство, значит ли это, что сами грузовые поезда должны меняться существенно? Сами грузовые поезда нет, локмотивы должны меняться, да, но мы видим, какие у нас дизельные локмотивы на этот момент, очень старые, хотя мы сделали очень хорошую модернизацию, от Виск и железная дорога сделала для своих локмотивов, уже 10 работают, очень в хорошем качестве, и для машинистов совсем другой уровень. Да, да, мне уже рассказывали, что уже 21 век пока внутри, да. Ну, конечно, остальные должны и менять эти все локмотивы, и с этой точки зрения, если менять на электрическую тягу, они получат, они могут услуга даваться, потому не надо менять масло, многое, что не надо делать. То есть, даже, может быть, и дешевле в эксплуатации. А эксплуатация именно это дешевле. Ну, их надо, конечно, купить. Здесь есть под этим и, конечно, экономические подсчеты, что это выгодно это делать. Ну, мы знаем, что звучали разные мнения политиков. Одни говорили о том, что надо было меньше денег на это. Они не против электрификации, но считают, что это вот слишком много денег съедает. Или, я так понимаю, что было просчитано, иначе не имеет смысла вообще это затевать? Конечно, это было вот просчитано, сколько это деньги. Ну, как я уже сказал, эти решения были уже довольно давно, и эти же, может быть, политические партии, но, может быть, другие люди решали, что такой проект нужен, такие именно деньги нужны из Евросоюза, что Латвийская железная дорога, она только выполняет все вот эти видения, и идет шаг-шагом вперед, чтобы решить эту задачу. Да, вот что касается, опять-таки, скептиков вот этой проекты электрификации, Ресиди, есть ли среди них и предприниматели тоже, потому что сейчас мы слышим голоса политиков, но есть же те, которые будут потом эти грузы перевозить. Вот что они говорят? Они поддерживают вообще этот проект? Здесь, конечно, что все боятся, что будут какие-то санкции, и уровень груза очень пойдет вниз, и тогда вопрос, если это будет только, например, внешний рынок или 10 миллионов тонн, что это не будет окупаться, это вложенный день, как такие. Как мы сегодня видим, эти оппоненты, если так можно сказать, говорили в тот момент, когда действительно прошлый год было очень плохое состояние из-за всех санкций, и эта цифра была довольно маленькой, хотя в конце года 43 миллиона тонн это вкладывается, и этот проект, и он даже выдерживает, когда есть 30 миллионов тонн по всем подсчетам. И это, конечно, немножко насторожает каких-то бизнесменов из этой точки зрения, что они не могут знать, как будет решение государств, правительства по всяким санкциям, и я бы сказал, это основное дискуссия пункта, но никто не может предводить, какие санкции или не санкции не будет до конца. Да, я так понимаю, что те, кто критикует этот проект электрификации и говорят о том, что не нужно тратить деньги, мы от них не слышали каких-то других предложений, на что бы это можно было потратить, и насколько я понимаю, уже сейчас нет возможности их перераспределить Брюсселем. Я бы, наверное, что был обыктивный, отозвался на наш депутат, который работает именно в транспортной сфере ЗИЛа, который вот два дня... Еропарвами, Еропарвами, да, говорил два дня назад, что эти деньги нигде не можно вложить. Но побольше экспертов, побольше экспертов, чем ЗИЛа, я на этот момент в Латвии не вижу транспортной сферы, и он эксперт с большим буквам, и это, я бы сказал, всем другим ответ, которые говорят, что можно другие отрасли эти деньги просто определить. То есть, по существу, если мы отказываемся, то мы можем потерять вообще это финансирование, да, и сделать несколько сферы? Я вижу, что может быть какие-то маленькие проекты именно с точки зрения экологии можно найти, но это не будут такие деньги, это может быть 30 миллионов, но остальные мы потеряем. И самое главное, здесь есть, я бы сказал, все видят, можно доверяться каким-то решениям правительства, нет, и особенно, как я говорил, и Республика Беларусь, если они видят, что что-то делается и они делают свои инвестиции, они должны доверять как вот партнеру, который вот рядом живет и работает. Да. Давайте прием звонок, одевайте, пожалуйста, наушники. Да. Добрый день, слушаю вас, пожалуйста. Добрый день. Добрый. Ваш министр Аугулис сказал, что в 2017 году вы перевезли 43 миллиона, вы говорите 48. Вельфи написала, что падение перевозок по отношению к 2017 году по отношению к 2016 году упало на 20%. Вы говорите, что не упало. Кто-то врет. Вот вопрос кто и где. Спасибо большое. Чуть поясните тогда. Да, здесь нет никакого урня, здесь какие-то годы мы вот сравниваем. Если смотрим прошлый год, есть никакого урня, здесь 43,7, по-моему, миллионов тонн перевоза, это в 2017 году. Я говорю, по полгодия 2018 года, который я планировал, что в 2018 году, это в этом году будет 48 тонн. Это просто мы говорим о разных и понимаем по разных годам. В прошлом году 43, это же понятно. Спасибо. Пока ждем звонок, может быть, так вот время у нас стремительно подходит к концу. Все-таки, если мы говорим о перспективах латвийской железнодороги, вы ведь всегда какой-то план намечаете. Как вам дальше видится, вот через несколько лет вы видите современную железнодорогу, как, я так понимаю, электрифицированную, где-то, вот примерно, как вы говорите, в ночь держи, 48 миллионов тонн. Но есть, если мы посмотрим такую, может быть, очень оптимистическую картинку, есть возможности увеличить мощность? Если, предположим, что улучшится геополитическая ситуация и удастся нам привлечь и китайские грузы, что это, какой объем, 55-60 миллионов тонн, которые вообще железнодорога, ее мощность позволяет перевозить? На этот момент, если мы делаем все проекты, которые вот на этот момент делаются, по подсчетам это возможность провести это где-то 70 миллионов тонн. Как по цифрам мы знаем, 4 года назад провели 60 миллионов тонн, но это было очень чрезвычайно трудно. На этот момент не было больших инфраструктурных проектов. Из этой точки зрения я бы сказал, что хорошо, что есть эти 48-50 миллионов, потому что если было бы больше сделать одновременно все дела, которые ты должен груз и пассажиров провести, тоже момент сделать все ремонты, это я бы сказал невозможно. Этой точки зрения я бы сказал проекты именно встать в этот момент, что мы можем сделать. Но в будущем я вижу, что у нас пойдет вверх и пассажирские перевозки, это очень важно, потому что это очень большой клиент для инфраструктуры, если смотрим площадь год, даже 40% по всем, которым получить деньги это пассажирские перевозки, это огромная цифра, я вижу, что эта цифра может идти и должна идти вверх. Моя мечта, это я не оператор пассажирского поезда, но как владельца инфраструктуры, мечта, что каждые пять минут с центрального вокзала пошли поезда и в Юрмал, и Уогра, и Скулт, все стороны, которые у нас есть железная дорога, где используется. В этом точке зрения мы вместе с операторами говорим, где мы должны улучшить инфраструктуру, чтобы понизить путь дороги. Например, мы работаем с Венспилса на сторону Венспилса, Липая, чтобы улучшить инфраструктуру, чтобы уменьшить возможность оператора. С Цессисом у нас очень хорошие отношения, видим, что в этом году еще уложим деньги, чтобы улучшить 17 километров, и это по нашим планам будет возможность пассажирскому поезду 11 минут даже дать меньше. Если на этот момент до Цессиса, например, час 23, если мы улучшим еще 11 минут, это будет уже большая конкуренция машинам, и чтобы не было на машине ехать. Это, конечно, совместная работа, и она очень важная, чтобы и поезда, и могли такие скорости осуществить, и инфраструктура могла это сделать. Я так понимаю, что и реконструкция станции, в том числе на юморском направлении, тоже ведь зависит от того, когда будет произведена закупка новых электропоездов пассажирских, тогда вы будете в соответствии с этими поездами уже модернизировать станции. Конечно, как мы информировали, сразу все поезда, конечно, в один день не будет меняться, это будет, например, в сторону Юрмалы, мы должны закончить в сторону Юрмалы, что очень важно, чтобы мы могли использовать те же деньги Евросоюза, чтобы цена инфраструктуры не пошла вверх, это как будто, это подарок, из этой точки зрения ни один цент, как прошлое из 17 станций, не пошло ни на билеты, ни на инфраструктуру, повышение инфраструктуры. Ну что ж, спасибо, пожелаем вам удачи, я думаю, что действительно, если так, вот даже с точки зрения пассажира, те, кто пользуется электричками, они говорят, что да, может быть, в каком-то моменте свои машины и удобно, но поезд все-таки есть возможность вовремя прибыть на место, без пробок, по расписанию и просто сидишь и читаешь, да. Я бы сказал, что в Латвии поезда, я бы сказал, очень, 99% идет по расписанию, и я много едил по Европе, не все, не везде так есть. Да, даже иногда бывает и в Германии, со всем Огнадом, и там бывают задержки. Я рядом стоял вместе эрокомиссаром, комиссаршей по транспорту на платформе Германии, ждали опоздания поезда 46 минут, и все люди просто ждали без каких-то... 46 минут. 46 минут, да, и не было никакой возни, ничего, потому что, ну да, есть информация, опаздывает, и так бывает. Да, я помню, что недавно совсем было сообщение, что японская железодорога там извинялась, по-моему, кто-то пришел, поезд ушел на 25 секунд раньше, да, и человек не успел на этот поезд, так что долго извинялись. Ну что ж, спасибо большое, Дэн Спязыч у нас был в студии, спасибо. Спасибо.